Всем доброе утро! Я сегодня утром имею большое побуждение нечто сказать всем людям, которые являются гражданами своих стран. Россиянам, соответственно, гражданам России о российском президенте, украинцам об украинском президенте, американцам об американском президенте и так далее. Я очень хочу, чтобы вы досмотрели эти небольшие короткие видео в этой фее-карусели все до конца и приняли свое решение, как вам дальше вести. Для короткого начала зачитаю некоторое место из Писания, Священного Писания. Это соборное послание святого апостола Иуды. Милость вам и мир, любовь да умножится. Вы слышали? Милость вам и мир, и любовь да умножится. Да, конечно. Ибо вкрались некоторые люди издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыке Бога и Господа нашего Иисуса Христа. И я хочу напомнить вам уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных кузов под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гамора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Даже Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произвести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии засловят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Опустим кусочек. Являясь гражданами своей страны, вы должны уважать и не хулить и не злословить своих президентов, премьер-министров и так далее. Независимо от того, делают они злые дела или не делают. Если вы имеете какие-то вещи, которые вам не нравятся в работе, в деятельности властей, вы имеете законное право, как гражданин Российской Федерации, обратиться, пожаловаться и, соответственно, вплоть до того даже можете судиться. Но запомните, если вы не знаете каких-то фактов, если вы не знаете каких-то реальных дел, если вы смотрите телевизор и из этого принимаете какие-то решения, это неправильно. Вы становитесь теми, которые раздувают эти надутые слова. По большому счету, никто из нас не понимает этого, потому что вы не мы, не участники этого процесса. И я прошу, чтобы вы не ругались, не злословили, не роптали на власти. Мы узнаем через 50 лет всю правду о сегодняшних днях. Но запомните, чтобы ваша жизнь была добрая, вам первое, что нужно прекратить, это злословить высшие власти и начальства. Поэтому, друзья, рекомендую всем именно остановиться и не рассказывать всем вокруг, что вы все знаете, что воу, или там все плохо, или все хорошо. Не оценивайте никогда эти события, потому что вы не являетесь участниками этих событий. Мы не имеем права говорить то, чего мы не были свидетели. Поэтому, друзья, хотите жить спокойно, не хулите своих президентов. Продолжение следует...